Физиология страха, подавленного настроения и общего стресса не исчерпывается на физиологическом уровне одним только мышечным напряжением. Вторую скрипку здесь играет состояние дыхательной функции. Проще говоря, то, как мы дышим. Животное, испытывая страх, как правило, затаивается, пытается схорониться. Именно поэтому у него автоматически задерживается дыхание, что позволяет ему скрыть свое местоположение. С другой стороны, задержка дыхания усиливает эмоцию страха, который напоминает организму. Не дышать нехорошо, это может плохо кончиться. Получается, что страх рефлекторно вызывает у нас задержку дыхания, а задержка дыхания усиливает наш страх. Возникает порочный круг. Страх, задержка дыхания, страх, задержка дыхания, страх. У животного, правда, эта задержка быстро перейдет в интенсивное дыхание. Во время бегства или нападения, например. То есть у него есть все шансы отдышаться. А у человека это вряд ли получится. В процессе воспитания ребенок учится подавлять многие свои реакции. Которые связаны именно с дыханием. Крик, плач, обиженные вздохи, кашель, чихание, зевоту, сопение и так далее. Я, например, в детстве очень любил покряхтеть, выполняя какие-то физически сложные действия. Но мне эта естественная реакция отдыхивания запрещалась. Но у родителей можно понять, что ты кряхтишь, как старик. Но от этого моей психике было не легче. Не только не отдышаться, но еще и кричат на тебя за это. Да, с детства мы постепенно устанавливаем тотальный контроль за своим дыханием. Мы делаем его искусственным. А это нашему организму не нравится. Он ощущает дискомфорт по очень важному для себя вопросу. В результате он всегда готов растревожиться, где надо и не надо. Когда же у нас начинает формироваться невроз, наше дыхание постепенно становится все более и более сдавленным, неестественным и неэффективным. В конечном счете это влечет за собой многочисленные сбои в нашей психике. Задумайтесь, что будет происходить, если вы вдруг станете дышать слабее, чем того требует ситуация. Вашим органам и тканям будет не хватать кислорода, правильно? А как ваш организм будет компенсировать этот недостаток? Те, кто разбирается в физиологии человека, уже, наверное, догадались. А остальным я разъясню. Если кислорода в крови становится меньше, чем нужно организму, он компенсирует недостаток скоростью кровообращения. Проще говоря, он заставляет кровь бежать по нашим сосудам быстрее, чтобы чаще проходить большие и малые круги кровообращения. Какие это вызовет симптомы? Повышение артериального давления и учащение сердцебиения. С медицинской точки зрения это нормальная, компенсаторная, по сути, реакция. Но если человек этого не понимает, он решит, что у него проблемы с сердцем и сосудами. От этого он еще больше испугается, дыхание его станет совсем прерывистым, и порочный круг паники снова замкнется. От страха он может обратить внимание и просто на то, как он дышит. А дышит он в ситуации страха не лучшим образом. В результате у него возникает ощущение нехватки воздуха. Но с воздухом, конечно, все в полном порядке. Проблема с дыхательной мускулатурой, которая перенапряглась и сделала его дыхание таким зажатым. Как вы понимаете, умереть от этого невозможно. Еще ни один человек сам себя не задушил таким образом. Это только ежики в анекдотах забывают, как дышать, умирают, а потом вспоминают и идут дальше. В реальной жизни последствия только одно. Дополнительный стресс и невротическое кольцо симптомов. Один из которых бессовестно усиливает другой. В состоянии депрессии с дыханием происходит аналогичная петрушка. Во-первых, в депрессию мы вваливаемся после тревоги. С тревоги начинается любой наш невроз. Так что с дыханием изначально будут проблемы. А во-вторых, плач. Ведь что такое плач на физиологическом уровне? Это, по сути дела, дыхательные хлопки. Как нормальные люди плачут, если они плачут с надрывом? Они сильно схватывают воздух, а потом орут в голос, выталкивая из себя этот воздух. Происходит активная вентиляция легких. В чем тут физиологический смысл? Все на самом деле достаточно просто. В нашем мозге есть центр боли, который одинаково включается как в случае физической боли, например, в момент тяжелой травмы, так и в случае душевной боли. То есть, когда вы просто страдаете, ваш мозг реагирует так же, как если бы вам отрезало руку или ногу. Вполне естественно, что в такой ситуации орать благим матом – это нормально. Но мы люди приличные. Мы все в себе держим. Да и кого нам своим криком звать на помощь? В детстве можно было, да и то он не всегда срабатывал. Заорешь от душевной, так сказать, муки, а тебе это как-то дадут по башке, и все, молчишь в тряпочку, сдерживаешь рыдание, формируешь навыки подавленного нормального дыхания. У этого психического механизма, существенно влияющего на наш уровень стресса, долгая история. Детство, отрочество, юность, а потом и вся остальная жизнь. Так что накопили мы за это время в своей грудной клетке напряжение, будьте нате. Если мы не наладим свое дыхание и не отстроим его должным образом, то справиться с внутренними демонами нам тоже вряд ли удастся. Таков наш третий физиологический противотревожный столб – нормальное, естественное, качественное дыхание. Если мы с вами научимся качественно расслабляться, быть здесь сейчас и дышать правильно, то мы просто не сможем испытывать страх, депрессию, раздражительность или какую-то апатию. Продолжение следует...